Термальные источники и СПА-курорт. Почему стоит поехать на Азовское море зимой? Где отдохнуть на Арабатской стрелке в холодное время года? Популярность курорта Арабатская стрелка увеличивается с каждым годом. Благодаря распространению информации в социальных сетях и на тематических сайтах, все больше людей узнает о том, что отдых в этой рекреационной зоне сопряжен далеко не только с летним купанием в Азовском море. Природа одарила косу уникальными природными ресурсами. Они важны не только для туризма, но и для здравоохранения и оздоровления. Одним из ценнейших и приоритетных ресурсов этой локации являются геотермальные источники. Наличие таких геотермальных бассейнов на Арабатской стрелке – первейшая из причин для того, чтобы приехать сюда после пляжного сезона. Ведь это прекрасно, вокруг вас медленно падает снег, а вы сидите в горячей воде. На данный момент на территории Арабатской стрелки действуют три источника. Давайте рассмотрим главные их отличия и особенности. Фото. Арабатские термы Алексей Войцеховский. Три термальных источника Арабатской стрелки. Лечебница Джирило, село Генгорка, в данный момент функционирует только в период май-октябрь. Но вот вокруг второго источника, расположенного на территории села Счастливцево, возведен целый оздоровительный комплекс клиника профессора Козявкина. Проект был очень многообещающим и амбициозным, с перспективами привлечения иностранных инвестиций и патронажем на уровне первых лиц государства. Но не сложилось, не срослось. Фото. Еще один источник на Арабатской стрелке, Алексей Войцеховский. Третий и самый дальний источник находится сразу за селом Стрелковое. До недавнего времени второй и третий источник находились в свободном доступе для всех желающих и практически не имели признаков благоустройства. Но в 2020 году довольно ударными темпами началось строительство геотермального рекреационного комплекса Арабатские термы на базе источника в Стрелковом. Комплекс рассчитан на круглогодичную работу и прием посетителей, в том числе и в зимнее время года. Основным бальнеологическим ресурсом локации является радоновый термальный источник, но кроме него Арабатские термы объединяют все остальные рекреационные возможности и ресурсы курорта. Фото. Рекреационный комплекс возле третьего термального источника, Алексей Войцеховский. На его территории вы сможете найти геотермальный источник, глицериновое озеро, водоем с уникальным составом воды. По своему воздействию на кожу она напоминает глицерин. Также здесь есть соленая рапа залива Сиваш, которая по своей высокой степени минерализации схожа с водой знаменитого Мертвого моря. Кроме того, здесь есть лечебные сивашские грязи и голубая глина. Они давно стали популярны как в Украине, так и далеко за ее пределами, и повсеместно используются для проведения рекреационных и косметических процедур. Фото. Лечебница Джерело открыта с мая по октябрь, Алексей Войцеховский. Наличие термальных вод на Арабатской стрелке дает локации все шансы стать полноправным круглогодичным курортом. Для этого есть множество положительных примеров по всему миру. Уже сейчас в межсезонье на Арабатку продолжают приезжать отдыхающие в таком количестве, которого не было во все предыдущие года. Какие главные особенности термального отдыха? Не стоит забывать, что помимо приятного, у термального отдыха есть еще и оздоровительный эффект. К примеру, купание в йодобромных термальных водах оказывает положительное воздействие при псориазе, заболеваниях нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Фото. На Арабатской стрелке есть возможности для зимнего отдыха, facebook.com, Арабатский терми-спа-резорт. Полезные свойства воды также могут сыграть значительную роль в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы щитовидной железы. А высокое количество йода оказывает положительное действие на организм при вирусных заболеваниях. Поэтому желающих поправить здоровье на Арабатской стрелке с каждым годом все больше. Стоит упомянуть, что цены на жилье в зимний период туристов непременно порадуют. А найти разные варианты жилья в Стрелковом, Счастливцево или Генгорке, можно в каталогах местных отелей. Напомним, ранее мы сравнивали цены и сервис на Черном и Азовском море зимой. Также предлагаем почитать, где отдохнуть на термальных курортах Закарпатья.